Каждый день в наземном электротранспорте Самары ездят около 200 тысяч жителей. Чтобы обезопасить пассажиров, подвижной состав дезинфицируют перед каждым выходом в рейс. Из-за роста заболеваемости коронавирусной инфекцией санитарные меры ужесточают, моют транспорт как снаружи, так и внутри. Например, на подготовку трамвая уходит около двух часов. Раствором на основе хлора специалисты обрабатывают прежде всего все контактные поверхности – поручни, стекла, валидаторы, сиденья. Обработку мы разделили, то есть ночью она производится более полноценной, то есть максимально охватывается спинки, сиденья, полы, пол, поручни, еще раз подчеркну, и трамвай выезжает в первую утреннюю смену. Потом, когда он возвращается, с учетом того, что там время у нас уже небольшое в готовке второй смены, то подключаем кондукторов, они, соответственно, с мойщиками, с уборщиками еще раз протирают. Еще одной вынужденной мерой по противодействию ковиду, которая также касается транспорта, стала блокировка социальных проездных карт у пассажиров старше 65 лет. Но это ограничение коснется только тех, кто еще не успел привиться от коронавируса или не болел ковидом в течение полугода. Так как карты именные, их будут блокировать точечно в соответствии с информацией о прививке или болезни. Такие сведения, а также данные о номерах карт, подлежащих блокировке, поступают из профильных региональных министерств. Для оперативного решения возникающих вопросов жители могут позвонить на горячую линию. Просьба воздерживаться от поездок на общественном транспорте этой категории граждан. Если же у кого-то есть вакцина, то сохраняется прежний режим. То есть вы также заходите, также оплачиваете кондуктору на терминал своей социальной картой. Никакой QR-код при этом или справку о том, что вы вакцинированы, предъявлять не надо. Конечно же, это вынужденная мера. Сейчас у нас каждым днем растут цифры по заболевшим. В том числе было принято решение заблокировать карты тем, кто не привился. Только из-за того, что это забота о пассажирах, а забота о тех, кто 65 и старше. Ограничения, включая дополнительные, будут действовать до особого распоряжения оперативного штаба. Отменят эти меры только после нормализации и питобстановки в регионе. И от каждого зависит, насколько быстро это произойдет. Михаил Ермоленко, Григорий Плешаков. События.